Добрый день! С вами психолог и специалист по психосоматике Коробкова Наталья. Сегодняшняя тема – это послеродовая депрессия. Вы знаете, эта тема очень серьезная, и ее не стоит игнорировать. Если женщина после родов эмоционально плохо себя чувствует, если есть ощущение, что у нее депрессия, апатия, упадок сил, либо наоборот какие-то другие негативные эмоции лезут, злость, раздражительность, если уже начинает появляться психосоматика в виде, например, экземы или атопического дерматита, или хронической заложенности носа, или еще что-то. То есть такие как раз факторы, говорящие о том, что напряжение внутри нее уже выросло до предела. Либо бессонница, либо вообще вот она от бессонных ночей, от прерывистого сна просто вот ходит как бы уже как не в себе. Очень важно обратить на это внимание близким и родным и самой этой женщине. Не игнорировать эти состояния, не доводить себя до белого коленя, как говорится, или до последней точки, когда бывают даже случаи, что приходится применять антидепрессанты, нейролептики или вообще ложиться в клинику неврозов. Это очень важный момент. И самое главное, состояние матери передается ребенку. И ребенок маме плохо, и ребенку плохо. И круг замкнулся. Ребенок капризничает, потому что на самом деле маме плохо. Ребенок, у него болит живот, его крутит постоянно не от молока, а от того, что мама там переживает какие-то эмоции. И в общем клубок нарастает, она еще сильнее раздражается на ребенка, ребенок еще сильнее чувствует ее раздражение, думает, что это его раздражение капризничает. Все, в общем, замкнутый круг. Поэтому очень важно, конечно, если есть хоть какой-то помощник, бабушка, мама, если есть возможность нанять нянечку, то есть кто-то должен хоть немножко давать маме отдохнуть и побыть с ребенком, чтобы у нее хоть более-менее был нормальный сон, насколько это возможно. Или чтобы была возможность днем поспать часок, если ночь была прерывистая. Следующий момент. Не надо убиваться, если у вас не получается грудное вскармливание, идет какая-то либо сильно аллергическая реакция, либо все вздувается и, в общем, вы практически насилуете свою грудь, чтобы кормить ребенка молоком. Как правило, это не дает хороших результатов. Вы думаете, что грудное вскармливание дает ему иммунитет. На самом деле ребенку сгружается только ваше переживание, раздражительность, страх, что я не могу накормить ребенка своим молоком, чувство вины, тревоги и так далее. То есть вы кормите на самом деле ребенка чувством вины, тревоги, усталости и еще чего-то, раздражения, а не иммунитетом. Понимаете, в чем дело? Поэтому, если у вас мастопатия или еще что-то вот такое непонятно откуда взявшееся на ровном месте, если вы правильно расцеживаете грудь, вас научили, ребенок грудь берет, все, а у вас какие-то воспалительные процессы непонятны. Это психосоматика, это какие-то переживания, внутренние конфликты дают психосоматические симптомы. Это сразу, например, ко мне на терапию с психосоматикой этого, и все начнет рассасываться. Если же по каким-то другим причинам, просто мало молока, еще что-то, неважно, значит, лучше перейти на грудное вскармливание и прекратить мучить себя. Потому что я знаю случаи, когда женщины через вот такое просто убийственное отношение к собственной груди ради ребенка довели себя до психоза, настоящего психоза. Поэтому очень важно маме беречь себя. Как говорится, сначала оденьте маску на взрослого, потом на ребенка. И так всегда мама должна думать о себе, потому что ее эмоциональное состояние физическое будет передаваться ребенку. Следующий момент. Если вы чувствуете все равно, что вы уже дошли до какой-то ручки, что уже у вас там истерики, слезы на как-то беспочной, на ровном месте, вы не контролируете свои эмоции или это чувство гнева. Все, это повод на самом деле тогда, если нет к психологу, то хотя бы обратиться к психотерапевту, к психоневрологу, чтобы просто выписали какие-то, если это можно при кормлении грудью, если вы не кормите грудью, чтобы какие-то успокаивающие, не заниматься самолечением, не просто вот там валерьяночка, пустырничек, новопоситик, ничего это не поможет вам. Значит, нужны специальные профессиональные средства в маленьких-маленьких дозах, просто чтобы помочь вам справиться в какой-то определенный самый тяжелый период жизни, если вам совсем некому помочь. Вот это вот очень важный момент. Бывают сильные очень послеродовые депрессии, беспочвенные, когда все нормально, и даже есть кому помогать, и все более-менее нормально, и ребенок более-менее спокойный, а состояние женщины неадекватно депрессивное. Значит, есть какая-то родовая программа, связанная вот с процессом родов или того, что было с женщинами в роду после родов. Если кто-то умер во время родов, а ребенок выжил, либо наоборот, женщина выжила, ребенок умер, либо мама или бабушка, им было очень тяжело после рождения детей, это было сопряжено с какими-то трудностями, или родился ребенок, муж ушел и перестал помогать, было ощущение вот одиночества и потери опоры. То есть какие-то родовые программы. С вами это происходит, вы не понимаете, почему, что с вами не так, у вас вроде все хорошо, а накрывает вас так, как будто все плохо. Значит, это обязательно к психологу на проработку того, что происходит, что за такой генетический транс запустил программу именно сразу после родов. Программа запускается очень разной. У кого-то может, например, запуститься программа, что все, мужа я больше не люблю, муж мне не нужен, теперь все внимание только на ребенке. Либо наоборот, ой, ребенок родился, теперь я никому не нужна, я человек второго сорта, все теперь только ради ребенка, я потеряла свободу полностью, жизни дальше нет после рождения ребенка, все как будто и молодость, и жизнь, и счастье личное, и вообще все закончилось. Такая бывает программа, но она может быть неадекватна, на самом деле обстоятельства об этом не говорят, но женщина так внутри себя чувствует. Или наоборот, после родов женщину начинает либо сильно тянуть на секс, либо вообще отвержение от секса. В общем, у каждого по-своему, по-разному, у всех по-разному. Все это все равно имеет под собой определенную, там понятно, что там есть физиологическая подоплека, но там еще очень много психологической, поэтому всех по-разному, в разные стороны штормит. Вот это важно понять. То есть, проработав это, это достаточно несколько часов проработки, становится сразу легче, появляется больше сил, уверенности, больше спокойствия. Снимаем тревожность, страхи. Бывает, что очень сильный страх за ребенка. А не задохнется ли он ночью? А не захлебнется ли он молоком? А дышит он или не дышит? Это, кстати, тоже может быть такая родовая какая-то травма. Когда-то в роду что-то такое было. То есть, эффект внезапной смерти, или ребенок задохнулся, или еще что-то. То есть, вы этот страх переживаете, он как будто неадекватен ситуации, он как будто не ваш, или он больше, чем вы, вы его вообще не можете контролировать. То же самое, это какой-то генетический транс. Это только к психологу, например, ко мне, на работу с этим. И все, и вас будет прям попускать по всем этим фронтам. И сможете тогда насладиться материнством, более-менее успокоиться, прийти в норму, как-то вот это все наладить, и получать от этого хоть какое-то удовольствие. Потому что, знаете, есть женщины наоборот, у которых такая мощная родовая программа. Они там родили, еще из роддома не вышли, уже, эх, медсестры, там, врачи, гинекологи, ждите, на следующий год со вторым приду, или за вторым, поточнее, приду. Вот. То есть такие вот есть прям, ух, и сразу ребенок грудь у них берет, молоко во все стороны хлещет, да, там сил много, прям такая вот бой-баба. Вот. Ну вот, есть вот такие, да, у них много ресурса внутри. Вот такие могут и троих, и четверых вырастить, и глазом не моргнуть. А другой человек, у кого другая генетическая предрасположенность, вот они одного родят, и чахнут там, как веточка на ветру, и сил у них нет даже с колясочкой погулять. То это вот, смотрим, в чем дело, куда делись силы, и какая программа запустилась. Всего вам доброго, берегите себя, и не забывайте, что психотерапия себя, это так же, как проверяться у врача, периодически проверять, все ли у меня в порядке по гинекологии, все ли у меня в порядке по стоматологии, и так далее. Понимаете, вот так же, ну, нужна работа над психикой, над душевным состоянием, и это еще и потом влияет на все, и на гинекологию, и на стоматологию, и на все остальное, на работу всего организма. Поэтому вот это очень важно, это первостепенно, психическое здоровье. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok